Как известно, Единая Россия собирается жахнуть всех через полгода на выборах и снова занять большинство в Госдуме и принимать новые пенсионные реформы, новые налоги, новые экологические и беспредельные всякие инициативы. Как эта ужасная, отвратительная организация собирается побеждать? Сейчас расскажу. Аэрофлот пожаловался на дебош единоросса из Госдумы. Обращаю внимание, это не муниципальный депутат, не региональный депутат, не городской депутат. Это общероссийский, Госдумовский депутат, который отвечает за все, что происходит у нас в стране. Обнародовано письмо Аэрофлота, согласно которому депутат Госдумы Антон Гетто и еще один пассажир бизнес-класса устроили дебош во время полета из Москвы в Казань. В направленном в нижнюю палату обращении говорится, что этот день произошел 11 марта. Двое мужчин громко разговаривали и мешали работе экипажа, постоянно перемещаясь по салону. А на замечание старшего бортпроводника ответили, что сами будут решать, как разговаривать. Они также ежеминутно нажимали кнопки вызова бортпроводника, требуя новых порций алкоголя. Дебоширов решили не обслуживать, сказано в письме, опубликованном изданием «Лайфшот». Им вручили письменное распоряжение, которое Гетто бросил на пол. Он стал угрожать членам кабинного экипажа административным наказанием и увольнением. В Казанском аэропорту мужчин передали полицейским. Глава думской фракции Дены России Сергей Неверов сказал, что в Нижней палате с письмом ознакомились, но добавил, что не может его комментировать, так как еще не говорил с Гетто. Гетто не просто депутат, он замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку. Финансовому рынку! Это вам не хухры-мухры. Это один из важнейших комитетов Госдумы. Там решается, сколько у нас вообще будет стоить рубли к доллару, например, или доллар к рублю. Сколько евро, что с акциями, чем можно торговать, чем нельзя. Спекулянты, насколько себя вольготно чувствуют на наших финансовых рынках. Он же глава Совета фракции по антикоррупционному законодательству. Борется, значит, с коррупцией. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта путинского. Слушайте, друзья, а у нас, по-моему, Владимир Владимирович обещал, что партия как-то будет прислушиваться к народу, будет как-то лучше себя вести, вежливее, что ли. И где это все? Где это все? Это чуть ли не руководитель партии, это серьезный человек, и он так себя ведет. Не просто напились, стали хулиганить, они стали угрожать увольнением. Вот почему Аэрофлот отправил письмо и придал гласности всю эту ситуацию? Потому что депутат реально мог начать писать заявление в Следственный комитет, в прокуратуру. Ой, я там таких нарушений огреб в этом аэрофлоте. Бортпроводники меня чуть с самолета скинуть не пытались. Да они вообще меня побили, избили. Публичность в этой ситуации – это единственная защита. Если у вас что-то подобное происходит, не сидите, не ждите у моря погоды, не терпите. Сразу поднимайте максимальный шум и хайп. Конечно, первым делом вы обращаетесь во всеофициальные инстанции, ищите себе параллельно юристов. Если ситуация уголовного профиля, то сразу адвокат нужен. Если ситуация не уголовная, подойдет любой квалифицированный юрист по этой сфере. Потом подключайте блогеров-журналистов, которым уже вы можете показать, что да, вот мое обращение в прокуратуру, Следственный комитет, в МВД и далее, далее, далее по списку. Нельзя сидеть просто и ждать. Потому что с точки зрения судов, с точки зрения наших правоохранительных органов действует такое неписанное правило. Кто первый жалуется, затем, скорее всего, и правда. И они часто выносят приговор, основываясь только на этом основании. Условно говоря, можно любое, любую какую-то ситуацию, любое правонарушение натянуть на ту или иную статью, если есть желание, если есть мотив, то есть если вы требуете возбудить то или иное уголовное дело, в принципе, это может привести к тому, что оно появится и даже дойдет до суда, и даже вы можете выиграть в суде, то есть засудить человека, который допустил, может быть, совершенно незначительный какой-то проступок. К сожалению, так работает эта система. И я прошу вас поставить под этим роликом лайки, сделать репосты, написать комментарии. Давайте мы попробуем сбить спейс с этого депутата Гетто. Пусть этот депутат Гетто переселяется в Гетто, в Госдуме ему делать нечего. Если у тебя, дружечка, проблемы с алкоголем, бухай где-нибудь в других местах. Достопочтенный господин глава московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский выразил опасения относительно грядущих праймер из партии власти и рассказал в своем канале, как именно будут дискредитировать внутрипартийное голосование «Единая Россия» перед предстоящими выборами в Госдуму. Кто такой Андрей Метельский? Человек, кто рулит общемосковской столичной фракцией. Фактически человек, кто определял бюджет города Москвы. Бюджет — это огромная доля общероссийских финансов, общероссийских денег. Метельский проиграл на выборах кандидата от КПРФ, которого активно продвигал Николай Платошкин, Сергей Савостянов. Когда Николай Платошкин уехал в Хабаровский край баллотироваться, Сергей Савостянов остался в Москве, шел против Метельского и лидера «Единой России» Московского. Он загнал под ноготь. Победил. Собянин в вечернем выпуске новостей даже выступил, поздравил. «Наш замечательный Андрей Метельский, поздравляю, выиграл!» А потом досчитали бюллетени. Сергею приходилось с боем следить за тем, чтобы там нормально все подсчитали. И в итоге этот выпуск новостей, где Собянин Метельского поздравил, этот выпуск удалили. И этот Метельский снова рвется во власть. Тезис на методичка Метельского выглядит таким образом. Списки участников будут согласовываться. Попасть в них могут только избранные. Победители предварительного голосования уже заранее известны. Все это весьма забавно, особенно третий пункт. Ведь это праймерис именно «Единой России». Это голосование внутри партии «Единая Россия». Откуда там может внутри партии «Единая Россия» взяться оппозиция? Это какая-то шизофрения. Но мы не просто напомним, что «Единая Россия» сама ни во что не ставит свой же праймерис. Как один из примеров выборы в Мосгордуму 2019-й, тех, о которых мы только что вспоминали. Тогда депутаты Московской городской думы, избранной в 2014 году от «Единой России», приняли решение идти на выборы самовыдвиженцами. Не сыграло существенной роли и проведение партийных праймерис «Единой России» на старте выборов в Мосгордуму 7-го созыва. То есть они провели праймерис, это были кандидаты от «Единой России», а потом они сказали, да нет, ребят, забудьте, мы просто самовыдвиженцы, поэтому их так и стали называть «самомедвиженцы». Все 12 депутатов, оказавшиеся в верхней части итогового рейтинга списка, подали документы в Московскую городскую избирательную комиссию на самовыдвижение. Для тех, кому влом читать статью, вот здесь расписано о том, как в 2019 году в праймерис партии «Единая Россия» приняли участие 12 депутатов действующего состава Мосгордумы, они же заняли 12 первых мест по итогам электронного голосования. А вот здесь потыкайте и узрите, что все победившие на праймерис «Единороссы» пошли на выборы самовыдвиженцами. Первая тройка лидеров предварительного голосования «Единая Россия» на выборах в Мосгордуму выглядела так. Зам. председателя Мосгордумы Андрей Мительский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который 2 миллиарда непонятно как заработал, руководитель фракции в Мосгордуме Степан Орлов, напомним, что господин Мительский, победивший на праймере своей собственной партии, но пошедший в итоге самовыдвиженцем, он руководитель партии городской. И он говорит, нет, я не от партии иду, я самовыдвиженец. Пролетел как фанера над Парижем с результатом Андрея Савостянов 12 955 голосов избирателей, а за Мительского только 9790 голосов, и то неизвестно, сколько из них было вброшено. А кандидат от ЛДПР 2811 голосов. Ваш праймерис, господа, дискредитировать не надо. Его политическая реальность сама уже дискредитировала. Лучше разберитесь и адекватно ответьте, почему вице-спикер Госдумы журналист Петр Толстой является членом Высшего Совета партии «Единая Россия», но при этом не является членом партии. Вы настолько токсичны, что целый зампред Нижней Палаты Федерального Собрания не хочет к вам вступить официально, придумывая кучу разных отговорок. Да, так и есть, «Единая Россия» — это... Я не буду ругаться, чтобы, не дай бог, ролик не заблокировали, мне не выкатили какую-нибудь там административочку или еще хуже, уголовочку. Сейчас, чем ближе к выборам, тем у этих людей будут шарики за ролик и заезжать. Они выделяют сотни миллионов рублей бюджета на агитацию, на работу в соцсетях, на создание рекламных видеороликов, на распространение газет и листовок, проведение фейковых соцопросов, на взяточки для директоров поликлиник и школ. Вот я, Давич, ходил к Зубному, Зубной меня спрашивает, «Слушай, а что это происходит? Что нас на какие-то выборы заманивают за кого-то голосовать?» Вроде бы они через полгода уже работа идет вовсю. Они подневольных бюджетников гонят голосовать на своих праймерис, где ты можешь выбрать или единоросса, или единоросса, или единоросса. И у людей автоматически, ну, наверное, надо проголосовать за единоросса, раз туда надо пойти. И логика-то в чем? Они пытаются создать видимость того, что они такие все демократичные, они такие честные. И уже начинают вовсю проводить агитацию. Естественно, когда за каждым кандидатом во власть стоит 200-300 миллионов рублей, примерно так оценивается в этом году избирательный бюджет, сколько нужно потратить, чтобы тебя избрали, примерно 5 миллионов долларов. Вот это приводит к тому, что на таких ребят, как я, на простых блогеров, проще возбудить уголовное дело, чтобы заткнуть, заткнуть рот. А потом после выборов можно уже и отпускать. Возможно, и от Бондаренко, и от Платошкина отвяжутся после выборов, а сейчас стараются посадить. Поэтому, друзья, будьте внимательны, смотрите, думайте, что вы пишете, где вы пишете. Ну, моя позиция, мое личное мнение, что партию «Ядро» нужно отправлять в помойное ведро. На свалку истории. Эти люди, кто как ужина сковородки крутятся, кто в собственную партию не вступает. Да, я член Высшего Совета Единой России, но не являюсь членом партии. И Петра Толстого боятся. По Москве против Петра Толстого никто не выдвигается. Настолько считается нереально у него выиграть, потому что он все время в зомбоящике, все время по телевизору его крутят, плюс агитация во всяких там школах и так далее и тому подобное, и Петр Толстой наверняка выиграет эти выборы. Но он, являясь руководителем партии, даже в ней не состоит. Похожим бредом занимаются ядросы-губернаторы. Например, Ульяновский Сергей Морозов. Дольше всех своих коллег, находящихся у власти, пошел в пиар наступления на федеральный центр. Сначала в интервью ТАСС глава региона заявил о готовности выдвинуть в предстоящем сентябре свою кандидатуру на пятый срок. Позднее телеграм-каналы начали писать о незаменимости Морозова и опасности его ухода с поста. Сразу читаем. Скорее всего, интервью ТАСС было дано не просто так, а за денежки. Это известная услуга. Вы можете договориться с редактором первого канала, второго канала, платите несколько миллионов, у вас берут интервью. Вот Морозов сначала дал интервью, потом телеграм-канал начали о нем писать. Не просто так. О том, какой он незаменимый и замечательный. И опасности его ухода с поста. Последние полтора месяца мы тут только об этом и говорим. Оставит Сергея Ивановича или нет. Некоторые даже шутят. Есть Морозов, есть Ульяновск. Нет Морозова, нет Ульяновска. Но это по аналогии с тем, что про Путина тогда говорили. Есть Путин, есть Россия. Он все-таки с 2005 года руководит. По словам собеседника, Морозов регулярно ездит в администрацию президента. Вероятно, добивается, скорее всего, с чемоданчиками денег. Добивается пролонгации полномочий. Либо, как минимум, кресло сенатора, чтобы его не могли арестовать просто так. В последнее время информационная кампания губернаторских технологов стала куда более агрессивной. Эксперты объясняют это тем, что ранее Морозову легко удавалось заручиться поддержкой АП. Сейчас, судя по всему, этого не происходит. К тому же против губернатора Старожила играют накопившаяся у населения усталость, далеко не лучшая социально-экономическая ситуация, а также коммунисты, с которыми за 16 лет нахождению власти Морозов так и не сумел выстроить рабочих отношений. Слушайте, он замешан во многих коррупционных скандалах, мягко говоря. Какие с ним могут быть рабочие отношения? Я напомню, что коммунисты это не только гражданин Зюганов. Во многих регионах, на местах есть очень много достойнейших коммунистов, которые постоянно становятся политзаключенными, преследуемыми, репрессируемыми, штрафуемыми и так далее, и так далее. Зюганову есть кому заменить. Инседры Октагона знакомые с ситуацией утверждают, заявление Морозова с выдвижением на пятый срок не было согласовано наверху и стало фальстартом. Короче говоря, у них там шарики за ролики заезжают. И это вот только на прошлой неделе появилась такая информация интересная. На той же неделе отличался губернатор Краснодарского края Кондратьев. Кондратьев с использованием стандартных риторических оборотов противопоставляет себя элитам, публично называет себя несговорчивым губернатором, просто борец с коррупцией. И заявляет о том, что народ нельзя недооценивать, намекая на социальное недовольство. Типа если они с ним что-то попытаются сделать, например, в отставку его отправить или не переизбрать, то он что, собирается людей на митинги выводить? Типа он считает себя новым фургалом? Приколист. За этой демагогией стоит стремление губернатора навязать свои правила игры застройщикам. Эксперты говорят о неизбежности конфликтов в этом сегменте и намекают на отсутствие у Кондратьева необходимого авторитета для выстраивания стабильной конфигурации элит и прочной структуры договоренностей. Среди проблемных траекторий напряженное отношение с Олегом Дерипаской. Острая фаза конфликта купирована, но сложности остались. Короче говоря, что Единая Россия, что губернаторы, которым через полгода предстоит переизбираться, они сейчас будут просто в бешенстве. Они будут по максимуму давить всю оппозицию. Но я напоминаю, друзья, что в момент перед выборами они готовы разбрасываться подачками. Если вы в вашем районе несколько лет добиваетесь, ну поставьте нам уже нормальную автобусную остановку. Или там дорогу заасфальтировать, отремонтировать. Или там парк озеленить. Или любой вопрос, который вы не знаете, как добиться от власти, вот прямо сейчас, не откладывая, составьте своими словами письмо. И отправьте его всем местным единороссам, каждому. Ни одно письмо и ждать у моря погоды нет. Отправьте его в 15-20 мест. Мэру, главе управы, главе муниципалитета. Каждому единороссу. Всем отправляйте. И шанс на то, что кто-то откликнется и начнет что-то делать, он очень велик. За ближайшие полгода вы можете получить то, о чем давно мечтали. Друзья, очень рекомендую. По нашему принципу, с худой овцы хоть шерсть и клок. Эмблема Единой России. Это же козлы в медвежьей шкуре. Вот видите, козлик. Вот тут у него носик, вот тут у него ротик, вот тут у него ушки, вот тут у него рожки. И вот он наклонен, вперед вот туда смотрит, напялил на себя медвежью шкуру. Козлы в медвежьей шкуре. Вот тут хвост, вот тут ножки. Козел в медвежьей шкуре. Поэтому с такого полудохлого козла хоть шерсть и клок, друзья. К выборам попытайтесь хотя бы для своего района, для своего дома или для своей семьи добиться хоть чего-то полезного. Вместе мы села, вместе прорвемся. Надо разоблачать, выводить этих жуликов на чистую воду. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok